«Узники Азазеля» – это уже вторая книга видновской писательницы Тияры Велиметовой. Первая под названием «Долгая любовь моя» вышла год назад и была посвящена Муслиму Магомаеву. Именно за этот роман она была награждена золотой есенинской медалью. В основе сюжета нового произведения – «Война в Сирии». Но кровавые события представлены не через боевые действия. Читатель видит их глазами женщин, которые после гибели супругов оказались в лагерях для беженцев. У главных героев есть реальные прототипы. Моя родственница влюбилась, вышла замуж и уехала с мужем ваххабитом в Сирию. Она вот так получилась. Муж там погиб сразу, и она четыре года была там в тюрьмах, в лагерях. Мы с ней переписывались, я ей там помогала. Она по крупинечке мне присылала видео, фотографии, сообщения. Книгу писательница посвятила своему земляку, герою России Зейнудину Батманову. Это егерь из Дагестана. Он пошел выполнять свой служебный долг в лес. Его окружили террористы. Он не выдал ни РУВД. Он спас маленького ребенка с семьей. Его замучили, истерзали и убили. И это сняли на видео. А потом Владимир Владимирович Путин дал ему героя России. Вот я хочу сделать вот эту книгу память о нем. Одну из первых прочитала роман председатель Ленинского районного отделения Союза женщин Подмосковья Елена Ястребова. Тияра Велиметова – активная участница этой организации. Книга очень жесткая с одной стороны. С другой стороны, у нее счастливый конец, и это как бы радует. Это книга о вере, о любви, о том, о нашем жестком и о нашем страшном времени, когда некоторым нашим гражданам вдруг приходит в голову, что они властны и над временем, и над людьми. В оформлении книги использованы фотоматериалы с места событий. Могу сказать, что она человек очень талантливый. Она одаренная, у нее удивительная образность, и работать с ней очень легко. Она прислушивается к каким-то советам, замечаниям, и мы с ней очень хорошо и легко, я бы сказала, работали. Тияра Велиметова по образованию педагог 30 лет работала воспитателем в детском саду. Заочно окончила литературный институт в Баку. Писать книги героиня нашего сюжета начала только после выхода на пенсию. Для нас, для всех, было неожиданностью, когда мама, в принципе, начала писать. Мы очень за нее рады, что она открыла в себе такое творческое начало. И в таком возрасте, когда многие, грубо говоря, угасают, уже устают от жизни, она, наоборот, воскресла. И вот идет своим путем, по-настоящему своим путем. Мы очень за нее рады. И сегодня мы рады, что у нее вторая книга, уже, надеюсь, не последняя. Мы ее поддерживаем всей семьей. Сейчас в планах Тияры Велиметовой уже новая книга. Следующее произведение, как поделилась писательница, будет уже для детей.